Татьяна Васильевна привычной походкой идет на урок. Она учитель физики. Но за этой дверью ее ждут не совсем обычные школьники. Рассказывает женщина в законах ОМА осужденным исправительной колонии номер 5. Здесь она преподает уже 8 лет. Первый раз зайти в режимное учреждение через проходную, через решетки непросто было. И непросто было первый раз встретить эту новую непривычную для себя аудиторию. На свободе Татьяна Васильевна работает в вечерней школе. Со временем и заключенные для нее стали обычными учениками. Только немного особенные со сложной судьбой. Кто из них убивал, кто насиловал, а кто продавал наркотики, учительница старается не вникать. Хотя разговоры не о физике тоже случаются. Бывают, конечно, доверительные беседы. Тем более, что физика, природа, жизнь. И здесь грань стирается очень легко. Но не часто. Про каждого ученика мы не знаем, конечно, нет. Это бывает, если добровольно захочет ученик чем-то поделиться на болевшем. Конечно, мы его выслушаем всегда. Постараемся понять, если сможем, может быть, посоветуем что-нибудь. Если он просит такого совета. Желание учиться есть не у всех. Хотя многие на воле не закончили и девяти обязательных классов. А тут есть время все наверстать и сдать положенные экзамены. Есть очень талантливые люди. Просто, ну, допустим, экзаменационное сочинение у нас как-то одним учащимся было написано в стихах. То есть в массовой школе я не встречала такого. Есть. Не так часто. Но талант, он есть талант. Он не часто встречается. Но есть. Есть заинтересованные люди хорошие, которые действительно, ну, оступились, но хотят получить образование. Они понимают, что это им нужно для дальнейшей их жизни. Евгений на свободе закончил девять классов. Оказавшись за решеткой, решил получить полное школьное образование. Тем более, что с учителями отношения складываются неплохо. Хорошо. Ну, относятся и мы к ним. Стараемся хорошо относиться. Ну, и относятся так хорошо к ним. И они к нам. И, как сказать, хочется освободиться по условно-досрочному освободению. Ведем себя вроде как хорошо. К своей работе учитель привыкла. Уже не так опасается поворачиваться к заключенным спиной. И даже чувствует свою ответственность за их будущее на свободе. Другой работы я уже не хочу. И работа здесь, в общем-то, я даже могу сказать, мне она нравится. Потому что более благодарных учеников я и не встречала. Они, например, говорят спасибо за каждый проведенный урок. Ну, такое где еще встретишь? Они благодарны нам, признательны. Сотрудники колонии поздравили учителей с их профессиональным праздником. Каждый раз, пересекая границы режимного объекта, эти хрупкие женщины совершают настоящий подвиг. Подвиг, в первую очередь, над самими собой.